Всемогущий Бог говорит Вся работа, которую он совершил, имеет целью вести людей к правильному пути человеческой жизни, чтобы они могли жить, как нормальные люди. Поскольку человек не знает, как ему жить, без такого водительства, ты смог бы жить лишь жизнью пусой. Жизнь твоя была бы бесполезной и бессмысленной, и ты совершенно не мог бы быть нормальной личностью. В этом состоит глубочайшая значимость завоевания человека. Аминь. Божьи слова гласят, даже обличение и суд, которые ты видел, это тоже любовь. Любовь более истинная и более реальная. Любовь, ведущая людей на правильный путь человеческой жизни. Это верно. Я пережил эти Божьи слова на своем опыте, и сегодня я расскажу вам о нем. Интересно. Я родился в деревне. Родители мои были фермерами. Из-за нашей бедности односельчане презирали нас. Но я думал, когда-нибудь я докажу вам, как вы ошибаетесь. Юношей, вступив в армию, любое задание я выполнял четко, в надежде продвинуться по службе. Но повышения все не было. И тут я увидел, служебный рост зависит не от усердного труда, а от подношений. Да уж, ужас. Это неприятно поразило меня, но я жаждал продвижения, и собравшись с духом, я дал начальнику взятку. А вскоре поехал в военную академию. Когда вернулся в часть, меня поставили поваром, так как не было денег на подношения. Я хорошо знал, что тем, кто приносит дары, чиновники не усложняют жизнь, и без лести и заискивания ничего не добьешься. Мне приходилось идти на все, лишь бы добыть денег для взяток, без которых мне не светило ничего. Верно. Я делал все, что только мог, чтобы подняться по службе. Выслуживался перед начальством, дарил им то, что им нравилось. Я понимал, мои действия отвратительны. Боялся попасться и отправиться за решетку. У меня поджилки тряслись. Но желание стать офицером было сильнее меня. В конце концов, моя мечта осуществилась. И вот иду я по своей родной деревне. Куда подевалась? То презрение со стороны односельчан. Эго мое прямо-таки возопило. Как говорят, стань чиновником ради хорошей еды и одежды и пользуйся властью, пока можешь. Жизнь офицера очень и очень приятна. Кончились мои страдания. Все, чего я желал, теперь доставалось мне даром. Я беззастенчиво пользовался своим служебным положением и тянул с подчиненных взятки. И вот я из сына простого фермера превратился в ненасытного, хитрого, лживого человека. Эта метаморфоза привела к тому, что и дома я вел себя так же отвратительно. Свою жену я обвинял в изменах, что испортило наши отношения. Конец устав от скандалов, она подала на развод. Счастливой когда-то семьи не стало. От этого больше всего страдал сын. Ситуация ужасная, и что делать, я не понимал. Верно. Вот такие вопросы я себе задавал, не находя ответа. Да, конечно. Позже жена приняла Евангелие Царства Всемогущего Бога и все время беседовала с братьями и сестрами. Вскоре я заметил, она совсем другой стала. Спорить перестала, о разводе не говорит. И тут мне пришла простая мысль. Вот ответ на мои вопросы. Стал читать слова Всемогущего Бога и обрел веру в Него. Благодаря им Богу. Начав жить церковной жизнью, я обнаружил, что Церковь Всемогущего Бога отлично от мира вокруг. Братья и сестры читают Божьи слова об истине, стремятся вести себя в соответствии с Божьими словами и истиной. Меня поразила их душевная чистота. И я вдруг ощутил свободу и избавление. Да, конечно. Благодаря им Богу. Читая на собраниях Божьи слова, я узнал, что Бог свят и праведен, что Он не приемлет человеческую развращенность. Да. В армии я обзавелся множеством дурных привычек. И если не раскаюсь, то Бог отринет меня. Правильно. Правильно. Затем я прочел такие Божьи слова. Божьи слова. Серьезно подорвали и разрушили Его совесть. В результате человек еще больше отдаляется от Бога и еще больше противится Ему. С каждым днем человеческий характер становится все более порочным. И нет ни единого человека, который с готовностью откажется от всего ради Бога. Нет ни единого человека, готового оказывать послушание Богу. И тем более нет ни единого человека, который охотно будет искать явление Бога. Вместо этого под господством сатаны человек занимается только тем, что стремится к удовольствиям, полностью отдаваясь развращению плоти на земле полной грязи. Аминь. Эти слова помогли мне осознать, насколько глубоко я развращен. Время, проведенное в армии, я потратил на следование неписанным правилам мира, совершал, не задумываясь, отвратительные дела. Я стал развращенным и не замечал, что живу во грехе. Божьи слова открыли мне глаза, помогли увидеть всю степень моей развращенности. Благодаря Богу. Оказалось, за всем этим стоит сатана. Сатана, царь бесов, использовал образование и влияние, чтобы развратить наше общество и превратить его в бурлящий чан греха. Как это верно. Ныне власть придержащие бесчинствуют ни в грош не ставя людей обычных. Они не дают людям честным добиваться успеха в жизни. Несправедливо. Точно. Наше общество, исполненное ересей и заблуждений, таких как Бог помогает тому, кто сам себе помогает, умные правят сильными, отличиться самому и прославить своих предков, вода течет вниз, а человек стремится вверх, тем, кто приносит дары, чиновники не усложняют жизнь, без лести и заискивания ничего не добьешься, стань чиновником ради хорошей еды и одежды и пользуйся властью, пока можешь. Я, дураченный подобными идеями и давлением окружающих, сбился с пути, сам того не ведая. Я, чтобы стать офицером, злоупотреблял властью исключительно ради личной выгоды. Развращенный я наживался на простых людях. Хотя, скажу мне, было их очень жаль. Слава Богу, что он спас меня, дав шанс начать сначала. Иначе я был бы проклят и наказан за свое грехопадение. Местеное, правда. И я Богу очень благодарен. Первым делом я решил уйти из армии. Благодарение Богу. Командир мой хотел меня удержать, мол, повысит до замком полка. А я что? Засомневался. Заместитель? Да это же моя давняя мечта. И я с собой боролся, чтобы отказаться от предложения. И я обратился к Богу в поиске ответа. Благодарение Богу. Читая следующие слова Бога. Если же ты занимаешь высокое положение, имеешь почтенную репутацию, обладаешь обширными знаниями, имеешь множество материальных благ и пользуешься поддержкой многих людей, и при этом все эти вещи не мешают тебе прийти к Богу, чтобы принять Его призвание и поручение, чтобы сделать то, что просит Бог, тогда все сделанное тобой будет самым значительным на земле, самым праведным делом среди людей. Если же ты отвергаешь призвание Бога в угоду статусу и своим личным целям, все сделанное тобой будет проклято и даже презираемо Богом. Люди приходят в этот мир, где встреча со мной — редкая возможность. Редко появляется и возможность поиска и обретения истины. Почему бы вам не оценить такой прекрасный момент, как возможность встать на истинный путь стремления в этой жизни? И почему вы всегда так пренебрежительно относитесь к истине и справедливости? Почему вы постоянно пренебрежительно относитесь к себе и губите себя ради того беззакония и скверны, который вертит людьми? Аминь. Каждое слово отпечатывается в моем сознании. Я пробудился? Я встретил воплощенного Бога, пришедшего на землю выразить истину и спасти людей. У меня есть шанс, стремясь к истине служить Богу. Это великое возвышение и благодать. Это точно. Что может быть значительнее, чем посвящение себя Создателю? Верно. Как бы высоко ни было, теперь мое звание, буду ли я когда-нибудь счастлив? Многие влиятельные люди поступают как им угодно и вершат всевозможное зло, но все они получат по заслугам своим. Многие из таких людей были несметно богаты и прославлены, но проиграв борьбу за власть, они оказывались в тюрьме, лишались всего и даже погибали. Так оно всегда и бывает. Верно. Что касается меня, в моих настойчивых попытках выцарапать себе должность повыше, моя душа стала эгоистична и черства. Всемогущий Бог, даровав мне глоток истины, указал мне праведный путь, и я не мог продолжать прежнюю жизнь. Сатана полностью завладел моей душой. Во мне не осталось ничего человеческого. Но теперь уже я хочу жить иначе, следовать за Богом, практиковать истину, вести себя по словам Божьим. Аминь. И решил я покинуть армию, разорвать порочные связи. Это правильно. Но я не подозревал, как глубоко развратил меня яд сатанинской идеей отличиться самому и прославить своих предков. В церкви я продолжил сражаться за должности. И только Божьи откровения и суд остановили мое стремление. Благодаря Богу. Начав исполнять свои обязанности в церкви, я познакомился с молодым церковным руководителем. И был там еще один, которого раньше я знал. Это сильно обеспокоило меня. Когда-то в миру оба они были ниже меня, а здесь в церкви мои начальники. Но я вас достойней считал я. И вот я решил, убрать их с дороги. Для этого наметил себе план. В пять утра начинать читать Божьи слова, затем два часа слушать проповеди. В неделю учить по три Божьих гимна. Проявить рвение в обязанностях. Быть первым во всех делах церкви, как бы это ни было, трудно и утомительно. На собраниях рассказывать о своем опыте в армии. Преувеличивать свои способности. От бесед этих руководителей как бы нос воротить. Принижать их благотворное действие на паству. Мол, я бы сделал работу много лучше. Вот так я боролся за положение и славу. Надеюсь, скорее занять их место. Однажды одна из работниц плохо организовала некое дело. Я отчитал ее и намекнул, что ей следует сложить себе обязанности. Надеюсь, что люди изберут меня на следующих выборах. Но братья и сестры решили, я не прав в том, что я стремлюсь взять управление церковью на себя. И меня сняли с должности руководителя. Это, конечно, меня расстроило. Когда-то я был командиром батальона, а теперь даже не руководитель группы в церкви. Через несколько месяцев дошло до того, что я не мог видеть братьев и сестер. Я стал замыкаться на собраниях, а слаб духом перестал чувствовать Бога. Лишь только после этого я стал взывать к Богу, чтобы Он вывел меня из мрака. Благодарю. Позже я прочел слова Бога, гласившие следующее. У вас в ваших поисках слишком много отдельных представлений надежды будущего. Нынешняя работа заключается в исправлении вашего желания занять положение, а также экстравагантных желаний. Надежды, стремление занять положение и представление все это классические отражения сатанинского характера. Вы теперь последователи и имеете некоторое понимание этой стадии работы. Однако вы все еще не оставили в стороне свое стремление к статусу. Когда у вас высокое положение, вы в поисках успешны, но когда ваше положение низкое, вы прекращаете поиски, у вас постоянно на уме благословения, связанные с положением. Чем больше ты будешь искать таким образом, тем меньше плодов пожнешь. Чем больше стремление человека занять положение, тем более серьезное ему потребуется исправление и тем больше ему придется подвергнуться серьезной переплавке. Такие люди бесполезны, их необходимо исправить и соответствующим образом подвергнуть суду, чтобы они полностью выбросили это из головы. Если ваше стремление будет оставаться таким же до конца, то вы ничего не пожнете. Кто не устремляется за жизнью, тому не преобразоваться. И кто не жаждет истины, тому не обрести истину. Вы не сосредотачиваетесь на стремлении к личному преображению и вхождению. Наоборот, вы концентрируетесь на тех экстравагантных желаниях и предметах, которые ограничивают вашу любовь к Богу и удерживают вас от приближения к Нему. Может ли это преобразить вас, может ли это привести вас в царство? Аминь. Божьи слова пронзили мне сердце, и тут я устыдился. Выходит, я боролся за должность. Меня разоблачили и исправили мои братья и сестры, и это произошло не по воле людской. Напротив, это был праведный суд, суд Божий не осуждающий, а спасающий, очищающий человека. Аминь. Аминь. Божья работа последних дней призвана изменить старые представления и спасти нас от влияния сатаны, чтобы мы обрели истину и жизнь от Бога и жили во свете. Аминь. Мой путь был путем неправды. Я не стремился к истине и был околдован властью. Только бы поскорее добиться ее, так я думал. А разве это не противоречит Божьей воле спасти людей? Да. И продолжая я такую жизнь, путь к спасению был бы закрыт для меня, чтобы не дать мне сбиться с дороги и вернуть на путь праведный. С помощью братьев и сестер Бог исправлял меня. Отняв у меня должность, Бог таким образом заставил задуматься над собой и справиться. Благодарение Богу. Я понял тогда. Бог видит наши души насквозь. Аминь. И я обрел истинное понимание Божьей праведности, святости и мудрости. Я больше не расстраивался из-за должности, а подчинился Божьему провидению. Аминь. Аминь. Через полгода я стал прихожанином другой церкви. Там должны были скоро пройти выборы. По возрасту и стажу веры я всех опережал. И я подумал, у меня есть шанс. Да, службы в армии мой возраст позволяли надеяться. Руководителям церкви должны были выбрать меня. И я уже было приготовился баллотироваться, как из бывшей моей церкви бежала сестра сюда, к нам, преследуемые коммунистами. Я подумал, она знает, как я себя проявил в старой церкви. Увидев, что я и здесь баллотируюсь, не откроет ли она мое в прошлом скверное поведение, ведь репутация моя пострадает. И тогда я отказался от своих планов, и я решил стать лидером группы, а затем дальше делать карьеру. Однако меня даже лидером группы не избрали. Церкви не хватало людей для повседневных обязанностей, поэтому церковные лидеры попросили помочь. Опасаясь прослыть непослушным, я согласился. Я когда-то батальоном командовал, а теперь занимаю никчемную должность. Мне казалось это несправедливым. Власть поставила церковь под наблюдение, и мы собираться там больше не могли. Лидер церкви определил меня в другую группу, мы стали теми, кто принимал у себя собрания. Это убило меня. Ведь я не только выполнял подсобную работу, а еще вместе с группой принимал собрания у себя. Мне казалось это таким унизительным. Как я мог так низко пасть? Я не видел для себя перспективы. И вконец пал духом. Все, что я мог, это усиленно молиться Богу и просить Его направить меня. Затем я прочитал эти Божьи слова. Мысли, на которые люди полагаются для своего выживания, за многие годы разъели их сердца настолько, что люди стали вероломными, трусливыми и презренными. Им не только недостает силы, воли и решимости, но они также стали алчными, надменными и своенравными. Им совершенно не хватает какой бы то ни было решимости, чтобы выйти за пределы своего Я. Более того, у них нет ни грана мужества, чтобы стряхнуть себя резкую критику со стороны этих темных влияний. У людей мысли жизни настолько прогнившие, что их взгляды на веру в Бога все еще невыносимо отвратительны. И даже когда люди говорят о своих взглядах на веру в Бога, слышать это просто невыносимо. Все люди трусливы, несведущи, презренны и уязвимы. Они не испытывают отвращения к силам тьмы и не только не питают любовь к свету истине, но и всячески изгоняют их. Разве нынешние ваши мысли и взгляды не точно такие же? Поскольку я верю мое положение никогда никуда не ускользнет и что оно будет выше, чем у неверующих, такую точку зрения вы вынашиваете в себе ни год и ни два, а она у вас много лет. У вас чрезмерно развито мышление, направленное на заключение сделок. Хоть вы и дошли до этого этапа сегодня, вы по-прежнему не выкинули из головы мысль о вашем положении, а только постоянно всеми силами пытаетесь стремиться к Нему и соблюдаете Его ежедневно, пребывая в глубоком страхе, что однажды можете утратить свое положение и ваша репутация будет подорвана, люди так и не оставили в стороне свое стремление к удобству. Каково самое правильное стремление на твоем сегодняшнем пути? Каким человеком должен ты себя видеть в своем стремлении? Ты должен знать, как подходить ко всему, что сегодня с тобой случается. Будь то испытания или тяготы, или же безжалостное обличение и проклятие. Во всех случаях ты должен тщательно обдумывать происходящее. Аминь. Размышляя о Божьих словах, я задумался. Да. Каким человеком я должен себя видеть в своих устремлениях? Я считал себя человеком с большим весом в обществе. Ему должна соответствовать моя должность. Контактировать я должен с такими же по статусу людьми. Я свысока смотрел на братьев и сестер. Пребывание же среди них говорило, что я немного стою. Потеряв свой статус, я стал упрям и груб. Постоянное раздражение портило мне жизнь. Теперь я понимаю, статус, положение, выгоды ослепили меня. Как я отвратителен себе такой? Разве я был достоин стать церковным лидером? Церковь не похожа на общество. В церкви царит истина. И лидер должен быть человеком с большой буквы. А я хотел не стать руководителем, а занять его место. Как я мог быть таким бессовестным? Однажды я прочел такие божьи слова. Я принимаю решение о предназначении каждого человека, исходя не из его возраста, старшинства, числа перенесенных страданий, и уж тем более не из степени жалости, которую вызывают люди, а в соответствии с тем обладают ли люди истиной. Другого выбора кроме этого нет. Вы должны осознать, что все те, кто не следует Божьей воле, понесут наказание. Это непреложный факт. Аминь. Из слов Бога я понял, что Он определяет наше место, исходя не из нашего положения и не из того, сколько мы работаем. Здесь ключевое подчинение Богу и обретение истины. Аминь. Характер Божий праведен по отношению ко всем. Что бы ни делали, мы всегда должны стремиться к истине. Верно. Обретя истину, человек будет спасен безоговорочно, не стремящийся к истине, не может рассчитывать на спасение. Верно. Я осознал, как глупо было так отчаянно добиваться положения. Я, так сильно ненавидящий продажных офицеров армии, поднимаясь вверх по карьерной лестнице, к своему удивлению, не желая, оказался одним из них. Есть люди, которые всегда честно исполняют свою работу. Но бывает, что они, обретая власть, начинают ею злоупотреблять. Размышляя об отлученных от церкви антихристах, я видел, что они, в общем-то, не делали людям никакого зла. Возвышение над людьми и вся сущность антихриста сразу же проявлялась. Они начинали творить зло, нарушая работу Божьего дома. Все верно. Я осознал, лишенные истины живут с развращенным характером, обретя власть и положение, их душа творит зло и в конечном итоге их ждет наказание. Правда, да. Продвигаясь по карьерной лестнице в армии, я приобрел сатанинский характер. Высокомерие и ложь, жадность, вот что мной двигало. Любое повышение по службе увеличивало мои аппетиты. И я, как армейский офицер, злоупотреблял властью. Это все оскорбляло характер Божий, и за это я должен был быть наказан. Да, правильно. Так, размышляя, я ощущал и страх, и благодарность. Всемогущий Бог всегда приходил мне на помощь, не давая исполниться моим желаниям. Теперь я это понимаю. Так Он спасал меня. Да, Божье просвещение позволило мне увидеть, что я есть такое. И я понял, главное стремиться к истине. Благодарение Богу. Аминь. Благодарение Богу. И вот тогда я решил все силы отдать стремлению к истине. Да. Какое бы дело церковь мне не поручала, я выполнял его как можно лучше. В этом я видел избавление от своих пороков. Аминь. Благодарение Богу. Тогда я стал ощущать присутствие водительства Божье. Меня охватило чувство умиротворения и радости. Благодарение Богу. Немного позже я обнаружил, что перестал быть груб с окружающими, больше не хвастался, что когда-то был офицером армии. Когда братья и сестры указывали на мои недостатки, я вдумчиво молился и старался себя изменить. Я научился быть со всеми ровным и больше не считал себя выше других. И взгляды мои неожиданно для меня изменились. Карьера, выгода, слава меня больше не интересовали. Правда, иногда я некоторым нашим молодым церковным лидером завидовал немного. Но стремления к истине и молитвам мне всегда помогали. Благодарю Богу. Теперь я служу Богу вместе с женой дома. Может, служба наша не всем видна, но я рад. Благодарю Богу. И в жизни мы практикуем подчинение словам Божьим. Слушаемся тех и только тех, кто говорит истину. Аминь. Всемогущий Бог изменил меня радикально. Он спас мою семью и брак. Спас меня, человека недостойного. Благодарение Богу. Самодовольство и жадность, злость и зависть куда-то исчезли. Если бы не спасение Божье, я никогда бы не увидел правильный путь. И еще больше бы погряз в пороках, совершая столько зла, что Бог проклял бы и наказал. Аминь. Пережив это, я поистине ощутил Божью любовь и спасение. Стремление человека к истине и ее практикование – все это следствие Божьего суда и обличения. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Благодарение Богу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok